Приветствую всех! Так, настало время для заточки вот этого топорика, который я показывал в прошлом ролике. Да, вот этого топорика с таким леопардом. Вот, он вроде как заточен, но он не режет, он не режет от слова совсем. А нет, вот что-то, вот как-то вот, ну, ну, очень-очень, ну, в общем, как-то так. Так, это в сторону, это в сторону, широкий скотч, сейчас я его по-быстрому отклею. Вот так вот, чтобы можно было его зажать, не поцарапать. Он отполирован, отполирован, в принципе, неплохо. Так, ну, и рукоять тоже обмотать, чтобы не испачкать его. Так, 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 салфеточка, 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 вот так вот. И опять же скотч. Сейчас я его вот так замотаю. Оп, и все. И этого вполне достаточно будет. Вот так, все. Нож защитили. Ничего нигде не будет. Так, по зажатию. По зажатию все просто. Единственное, что здесь небольшое такое скругление. Ну, так, надо так его зажать, чтобы вот эти углы, ну, как я думаю, чтобы они были в симметричной рамке. Не вот так вот, чтобы обух. Потому что здесь получается не ровно, а зажму я его именно вот так. Так. Вот так вот я его зажму. И тогда у меня вот этот полукруг получается в симметричной рамке. Так. Маркер. Нашел вот такой маркер у себя толстый. Им так удобно. Тут почему-то соскальзывает. Я купил себе новый, а он почему-то соскальзывает с подвода. А этим прям раз и все. И шикарно все видно. Так. Кожа в сторону. 50 на 40. Обычно. Сейчас посмотрим, что здесь с углом. Начну, наверное, с 20. Так. Ну, вот что я вижу. Что я вижу. Что я вижу. Здесь по верху, что ли. Что-то не совсем это видно. Так. Сейчас 80-63 возьмем. Посмотрим. Так. Здесь по самому верху. Так. Ну что, наверное, это все-таки топорик. Да. Наверное, сделаем 21. Так. 21. Вот. 21. Да. 21. Ну, а здесь вот она, эта заводская заточка. Здесь самый верх. Здесь он практически попал. Все вот так винтом. Блин. У меня аж камень выпал из рук от возмущения. Так. Ладно. Зачем так точить? Не понимаю. Сто двадцать пять на сто. Ну, так. Сто двадцать пять на сто. Так. Двадцать восемь. Вот так. Двадцать семь. Начну. Двадцать семь. Так. Чуть-чуть. Ну, давай. Так. Продолжаем. Был звонок. Блин, не выключил телефон. Звонили люди. Интересовались по поводу заточки ножа. Ну, да ладно. Так. 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 Неохотно. Он его повезет. Так. Ну, здесь, я-то думал, здесь все быстро будет. Быстро здесь не получится. Давайте так. Сейчас я это дело все выровняю. И включусь. И дальше уже по нормальному, по выровненному, скажем так, все это пойдет быстрее. И посмотрим дальше, как это все получается. Так. Алирку я завершил. Пришлось мне взять чебоксарец. Потому что сталь вязкая. Честно, мне жалко стало Эльбор. Вот. И чебоксарцем я его добил. Слишком сильно было все вот так вот. Именно вот так завалено. Так. Сейчас я отметил. Сейчас сниму. Покажу, что сейчас получается. Так. Смотрим. Вот такой подвод сейчас здесь. Поближе получится. Я думаю, получится. Так. И вот такой вот он здесь. Ну, то есть все одинаково. Так. Ну, и, соответственно, нож уже, нож, топор. Он уже режет. Вот. Так. Сейчас 8063. Зачищаюсь. И погнал дальше. Так. 8063. 8063. Вот он. Так. Там было 20,6. Две десятки поднимусь. 28. Сейчас пойду зачищаться. Так. Выше, 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 выше. Так. Уп. Уп. Все. 28. Четко попал. Ну, все. Четко попал. Зачищаемся. 28. После... Единственное, надо было, конечно, глянуть. Обычно после чебоксавца на подводе каша. Каша такая каша, что просто кораллы. Ну, я это сейчас, в принципе, почувствую. Если даже повести бумагой по ним, то сразу появятся пинки в том месте, где остались коры. Четко я ничего не понимаю. Как-то так неохотно они работают по этой стали. Сталь вязкая и прям тяжеловато так. Вот по ножу было попроще как-то так. Более охотно они работали. Может просто из-за того, что сталь мягкая, вязкая. Ну, взялся уже Эльборами точить. Будем точить Эльборами. Можно было, конечно, перейти на алмаз. Ну да ладно. У нас же Эльбор всеядный. Я же его для этого купил. Поэтому продолжаем. Останавливаться ни в коем случае нельзя. Надо в любом случае делать протяжку. Потому что если остановиться, ну, сами понимаете, что может в этом случае быть. В этом случае будет рекорд. Работу закончил. Смотрим. Так. Газета. Газета. Ну, не газета. А рекламка. Рекламка. Так. Сейчас выпьем, чтобы видно было. Ну, в принципе. Все везде идет хорошо. Без пинков. Вот так сейчас выглядит Эльборчик. Вот он. Ну, медно-оловянный. Да. Вот он. Видно, где выработка. Вроде кажется, что он гладкий, но он грызет на самом деле. Так. Пятьдесят на сорок. Пятьдесят на сорок. Пятьдесят на сорок у нас уже с маслом. Так. Чуть-чуть маслечка ему. Так. И чуть-чуть совсем приподнимаем, чтобы гарантированно зачиститься от грубых камней. Ну, вот. Пятьдесят на сорок у него уже совсем другая работа. Совсем он по-другому работает. Скажем так, мягко, более мягче, чем те камни. Так. Ну, вот он. Очень быстро он зачищает риску после камня 80-63. Прям моментально. За место чуть-чуть побольше. Да. Не совсем оно ровное, скажем так. Не очень оно мне нравится. Поэтому немного я на нем задерживаюсь. Хочется, чтобы было красиво. Чтобы человек и в дальнейшем обращался и рекомендовал своим знакомым. Тем более человек занимается, я так понимаю, охотой занимается. Такие, скажем так, клиенты всегда нужны. Которые покажут, расскажут кому-то, что, ох, мне там-то заточили. Вот такая вот точка. Ну, почему нет. Если это хорошо сделано, то и другой человек обратится. Вот. Ну, это все, это все лирика. Так. Ставим рисочку. И смотрим, как он будет резать после Эльбура 50 на 40. Так. Это стираем. Отлично. Вообще шикарно. Так. 50 на 40. Со своей работой справился на 5 баллов. Так. Его в сторону. Вот сколько шлама. Он еще тоже медно-оловянный. Так. Все. В коробочку. Не показал, кстати, мне сделали коробочку такую интересную. Стоит шесть камешков, помещается. Вот такая вот. Сейчас, секунду. Вот такая коробочка на шесть камней. Вот так они стоят. Удобно их доставать. Почему так? Потому что они маркированы. Ну, лазером написано здесь, да. Я вижу, какой камень где стоит. Вот. Так. 20-14. Как и говорил, 20-14 и 14-10. Они были немного тоньше изначально. Вот. И сейчас это может даже где-то хорошо. В том плане, что когда я точил предыдущий нож, я смотрел как раз после камня 50 на 40, не надо поднимать. А сразу получается плюсом одна десятка. Так что, может быть, это даже где-то и лучше. Так. Ну что. Поехали. 20-14. Зачищаем то, что это уже фенол формальдегид. Вот. Блин. Пока выговоришь это название. После 20-14, после этого альбора, подвод уже начинает зеркалить. Уже прям такое зеркало появляется. зеркало. Это даже видно через… Ну, когда с маслом работаешь, если поработать на сухую, зеркало будет, скажем так, еще ярко выраженнее, чем сейчас. Работает тоже очень быстро. Это прям… На камень нет никакого давления абсолютно, потому что сами по себе бруски тяжелые. Вот этот бланк 4-х миллиметровый, плюс здесь, я так понимаю, присутствует медная связка. По весу 6 брусков получились 770 грамм. Вот. Поэтому камни, скажем так, нелегкие. Вот. И при заточке даже приходится чуть-чуть контролировать давление на этот самый абразив. А так я его вот поддерживаю и все нормально. Так. Ну, все. Все очень быстро. Они после друг друга прям очень шикарно и очень быстро зачищают поверхность. Я, скажем так, не хочу ни в коем разе там говорить, что алмазы плохие, там еще что-то. Но алмазом, чтобы зачиститься после предыдущего камня, надо работать гораздо дольше, нежели эльбором. Потому как на алмазах я поработал, я знаю, как они себя ведут. И я вижу, что происходит после эльбора. Насколько чистым становится подвод. Так. Двадцать четырнадцать. Ну, все ожидаемо. В принципе. Тут все ожидаемо. Так. Четырнадцать десять. Четырнадцать десять. Можно чуть-чуть приподняться. Самую малость. Так. Многовато масло. Многовато масло. Чуть-чуть сотру. Поехали. Четырнадцать десять. Ну, вот он как раз. Я вижу, что он пошел по самому низу. Начал сразу подниматься. И тут же подвод начинает блестеть. Начинает зеркалить. Очень быстро они работают. Ну, еще сталь, скажем так, не такая, которая будет сопротивляться. Хотя, судя по тем роликам, которые выставляет Евгений, у него там такие монстры бывают. И при зачистке нет особо проблем, чтобы сказать, что он там долго зачищается, долго работает там после каждого камня. Следующим. Я этого не видел. Вот. Еще очень интересное видео. Мне понравилось Илья, по-моему, Илья Живолев. У него ник. Вот как он точил нож от мясорубки вместе с сеткой. Он это делал на плетире, на железном. Вот. С алмазными пастами. Есть огромное желание попробовать. У меня есть там ролик. Я на этих самых, на природниках точил свой нож от мясорубки, от своей. Вот. Я скажу, эффект просто сумасшедший. При том, при всем, что я особо не притирал решетку. Ну, я ее тернул так чуть-чуть на этом самом. На стекло положил наждачку и на наждачке немного ее тернул. А сам камень. Вот. Затачивал на... Вернее, камень. Сам нож. Ну, если кто-то смотрел, то я его затачивал сначала на алмазе на широком 50 на 40 я его выровнял. Вот. А потом на природничках я его довел. И я вам скажу, результат очень порадовал. Прям крутит мясо, жилы, не жилы, вообще по барабану. Вылетает все просто в лед. Вот. Все. 10. 7. Работу закончил. Остался у нас камешек 5.3. Так. 5.3 остался, да? Подвод уже зеркальный прям. Очень хорошо он выглядит. Так. Ну что. Возьмем. Вот. Еще одну бумагу. Посмотрим, как... Ну, что я могу сказать. Все видно, да? Так. Там было 20,6 начинал, 27, 28. Можно смело ставить 21. Я думаю, там уже как раз это и будет. Так. Салфетку чистую. Чистую салфетку. И еще чуть-чуть масочка, чтобы он на сухую не работал. Так. 21. 21. Ну вот. 21,05. Как раз. Сейчас мы его 21 выпустим. Вот так. И все. И зачистится. Чтобы подводик был уже совсем зеркальным. что за звук. Не помню. Что это за звук такой. Вроде все вытирал. Непонятно. Уже салфеткой масло пропиталось. На сухую пошел работать. Да, нет. Масло есть. Странно. Странно. Так. Нет. Здесь все нормально. Что это за звук-то такой интересный. Ничего не понимаю. Что такое. Нет. Здесь все запручено. Странно. Здесь тоже все запручено. Странно. Не знаю я что это за звук. Топоробашка какую-то завелся. Честное слово. Так. Ну что. В принципе. Я думаю этого вполне достаточно для топора. Вполне. Так. Микроподводик. Микроподводик я ему сделаю вошитой. Вошита погрубее нежели хард. Он все-таки будет работать на разделке. Поэтому ему рез нужен еще агрессивнее. Чем тому ножу который я делал перед этим. Так. Все. Сейчас ставлю рисочку. И вошиткой быстренько микроподвод. И смотрим что получилось. Так. В сторону. В сторону. В сторону. Затираем. Подводик зеркальный. Красивый. Да. Да. Эльвуры. По чистоте работы. Алмазом. До них. Как до Китая. В кузе пистолета. Да. Ну что. Замечательно. Так. Вошита. 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 Вот такая у меня вошита. Это у меня Лили Уайт. На бланке. Так. Сейчас я быстренько почищу эльборчик. Чтобы он был чистенький. Не люблю когда камни грязные лежат. Я их всегда чищу сразу. Поточил. Почистил. Положил. Все. И забыл. Так. Вошитка. 22. 22. 22. 22. И 5. Вот так. Полтора градуса. Опять же. Мое волшебное средство. Так. Нравится мне то, что здесь. На камне. Так. Еще раз. Попытка номер 2. Ага. Все. Вот так. Ну. Вот так. Пошита. Конечно. Гораздо. Грубее. Харда. Но. Зато. У него. Рез будет. Агрессивнее. Это ж топор. Это ж не нож. Прям. Слышно. Как она грызет ее. Вот. Полоска появилась. Вот. Так. Сильно. Много. Тоже не надо. Так. И еще. По разу. И все. Вот так. Ну. Вошитка потемнела сразу. Я ее, кстати, не так давно притирал. Так что надо было. Такая. Бодрая. Меня. Особо ей в последнее время не пользовался. Так. Кожа. 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 Зашитка в сторону. Грязная салфетка в сторону. Так. Подвод вообще. Просто. Шикарно. Так. 21. 21. 21. Идем сначала. В подвод. Вот. Интересно. Надо будет как-то попробовать после Эльбора еще попробовать пройтись притиром с мелкой пастой. Я думаю там зеркало будет вообще просто. вот так. 22,5. 22,5. 22,5. Это у нас уже микро подвод. вот так. Ну и все. Хватит. Так. Где наши плавирующие бумажки? Умпланки. Умпланки. А как вам такой рис на топорике? Я думаю шикарно. Так. Снимаем. Показываю. так. Сюда. Сюда. Это. Сюда. Пусть пока так стоит. Сейчас я его поставлю более-менее вытереть от масла, чтобы было видно. вот такие вот сейчас у него подводы. Абсолютно одинаковые. Так. Ну и соответственно смотрим как он режет. опять же та же самая рекламка. Туга. Так. Блин. Длинная бумажка. Нагнился. Не очень удобно. Ну. Видно. Да. Я конечно не знаю зачем такой рез в топорику. Ну вот он. Очень мягко. Очень легко. Так. 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 Вот так. Вот так. Вот так. В принципе, для топорика, я думаю, блин, уже неудобно держать, не хочется порезаться, не сильно удобно. Ну, в общем, вот такая вот была заточка этого топорика. Вот так он сейчас выглядит, и так он сейчас режет. Вот, а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр, всем пока.